Привет, Бен, спасибо за речь. Как консерватор, я считаю, что чтобы выиграть эту войну идей, нам нужно принять более усложненный взгляд на вещи, которые важны для людей, вместо того, чтобы быть пренебрежительными, коими я считаю мы иногда являемся. Например, я согласен, что привилегий белых, то, что ты называешь мифом, не является всеобъемлющим барьером для меньшинств. Однако у нас у всех есть подсознательные предубеждения о расе, возрасте и поле. Поэтому, если в какой-то области существует предпочтение белых кандидатов, то не было бы это примером не легальной, а де-факто привилегии белых. Если это так, то нужно ли нам проверять и стать осознанным о своих других незаработанных привилегиях? Нужно ли нам проверять свои предубеждения, чтобы узнать, судим ли мы людей по их личности или группе? Я бы назвал это не белая привилегия, а стремление быть хорошим человеком. Проблема термина белая привилегия заключается в подразумевании того, что если ты белый, то ты каким-то образом чрезвычайно нажился благодаря цвету своей кожи. Это предложение, которое на индивидуальном уровне я абсолютно отрицаю. Я считаю, что есть много людей, которые ничего не получили благодаря тому, что они белые в Соединенных Штатах. Я считаю, что существует легальная политика, такая как программа социального подтверждения, которая в реальности вредит белым людям в Америке, в то время как легальной дискриминации других групп не существует. Когда дело касается того, что нужно судить личность и проверять свои предубеждения, конечно, конечно, я согласен с этим. Я думаю, что раньше это просто называлось пристойностью. Проблема с превращением термина привилегии белых в оружие, опять же, заключается в предложении того, что если ты успешный белый человек, то причина твоего успеха лежит в привилегии и предубеждении наших заведений. Опять же, это слишком размыто, чтобы сделать что-то с этим. Я сказал это уже тысячу раз. Если ты хочешь предъявить мне случай, где кто-то делает что-то расистское, чтобы я мог вместе с тобой бороться с этим, тогда хорошо. Но если мы просто охотимся на привидения, то я не могу ничего сделать. В этом нет конкретного определения или плана действий, чтобы мы с этим могли что-то сделать. Я буквально не могу ничего сделать, пока ты не приведешь мне конкретный пример. Конкретика – это друг действия. Размытость – это враг действия. И мне кажется, что нынче в политике одна размытость, потому что это позволяет злиться на других людей вместо рекомендаций полезного действия.